Муху-цокотуху они точно знают, но просто иногда... Авторы думаете просто... Не знают авторы, думают, что это народ. Думают, что народная, что фольклор ушел в народ. Крупская называла все его шедевры буржуазной мутью. Почему так? Почему паук так близко к мухе находится? Не возникли ли каких-нибудь эротических мыслей у детей? Как он радовался тому, что он поедет в Ленинград, и резко видоизменился, и какие метаморфозы произошли в его характере. Детей считали, что необходимо воспитывать без всяких фантазий, буржуазных каких-то фантазий, сказок. Надо реалистичный взгляд воспитывать. Чуковский – это ведь не настоящая фамилия детского классика? Да, верно. Настоящая фамилия Корнеева Ивановича Чуковского – Николай Васильевич Корнечуков. И Шек-Скиры переводил, и Оскар Уальда переводил, и Уитмана. И с Конондольным был вообще знаком лично. А вот вам в детстве читали стихи из сказки Чуковского? 89 практически процентов неполных ответили «Да, конечно, и сейчас их помню». Надо писать так же, как и для взрослых, но только лучше. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. И выпуск мы сегодня назвали «Стихи нашего детства» к 140-летию Корнея Чуковского. Говорить на эту тему будем мы сегодня с нашей гостьей, с Альфеей Галимулиной, профессором кафедры русской литературы и методики ее преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Казанского федерального университета, доктором педагогических наук. Альфея Фаватовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Мы сегодня хотим о Корнее Чуковском поговорить. Наше детство вспомнить, наших телезрителей пригласить, принять участие в голосовании, которое мы до начала эфира традиционно в нашей группе ВКонтакте запустили. Спрашиваем у вас, уважаемые телезрители, а вот вам в детстве читали стихи «Сказки Чуковского»? Там есть два варианта ответа. В уголочек экрана можно свой смартфон навести на QR-код, участие в нашем голосовании принять. Чуть попозже в выпуске мы его в итоге непременно подведем и прокомментируем. А кроме того, в наш прямой эфир можно звонить прямо сейчас, вопросы задавать своими воспоминаниями детскими, делиться. Мы непременно их озвучим и прокомментируем. Альфея Фаватовна, может быть, не все знают, а мы расскажем, что Чуковский – это ведь не настоящая фамилия детского классика. Да, верно. Настоящая фамилия Корнея Ивановича Чуковского – Николай Васильевич Корнечуков. Он родился в 1882 году в Петербурге. В семье студенты. И вот эта фамилия – его отца Корнечуков. Но отец рано не мог жениться, потому что ему тогда нужно было бы сменить веру, принять православие. Он этого не мог. И поэтому ушел, смолодушничал и ушел из семьи. А Корнея Иванович Чуковский всегда испытывал неудобство того, что у него нет отца. И когда он уже стал известным писателем, он сменил эту фамилию. И теперь мы его знаем как Корнея Иванович Чуковский. Потом и это зафиксировано в паспорте его. На ваш взгляд, почему столько десятилетий, столько людей, столько поколений знают, любят, читают, знают наизусть его стихи? Почему он за больше чем сто лет не померк, не потерял свою актуальность? Почему он так же любим до сих пор? Потому что он, во-первых, оптимист в его произведениях, особенно в произведениях, адресованных детям. Это 10, прежде всего, его сказок, самых знаменитых, начиная с «Крокодила», «Бармалей», «Доктор Айболит», «Телефон», «Муха-цокотуха», «Федорина Горя», «Краденое солнце», «Тараканище», «Телефон». Везде мы можем увидеть, что создается такое радостное настроение. Всегда хочется под его стихи, у него еще очень много стихотворений детских, от двух до бесконечности. И он может как раз создать такую радость, игру, игровую ситуацию. И поэтому, наверное, всем нам хочется прикоснуться к чему-то светлому, радостному. А второй вариант, это ответы на этот вопрос, это то, что его произведения очень близки к фольклору. И я более чем уверена, что те, кто, например, иногда думают, что они не знают Корнея Ивана Чучковского, они в этом ошибаются, потому что уж «Муху-цокотуху» они точно знают. Но просто иногда... Авторы думаете просто? Не знают авторы, думают, что это народ. Думают, что народное? Конечно. Что фольклор ушло в народ? Да, ушло в народ. Настолько органично. Настолько органично. Правда, что советская власть Корнея Чучковского, ну, мягко говоря, не любила? Удивилась я тому, что, например, Крупская назвала все его шедевры буржуазной мутью. Почему так? Что, где, какой, там, может быть, подвох, за что не любить? Здесь очень интересный ответ. С одной стороны, самый знаменитый, самый, наверное, публикуемый автор – это Корнея Ивана Чучковского. Самый издаваемый и в Советском Союзе за все эти годы, и в современной России тоже, среди детских авторов. Тем более, мы его всегда называем дедушкой Корней, да? И он получил самые высокие награды. В 1962 году Ленинскую премию – это самая высокая награда в нашей стране за научные достижения. Затем орденом Ленина награжден к 75-летию. Но то, о чем вы говорите, это как раз 20-30-е годы. И тогда в педагогике восторжествовала такая идея педологии. Что это значит? Это очень сложно сейчас и долго объяснять. Но вот то, что касается сказки и борьбы со сказкой, в том же числе и с Надеждой Константиной Крумской это произошло. Она возглавляла, к сожалению, гонение на Корнея Ивана Чучковского. Связано это с тем, что детей считали необходимо воспитывать без всяких фантазий, буржуазных каких-то фантазий, сказок. Надо реалистичный взгляд воспитывать, чтобы дети сразу же получали правильное представление о мире, как он устроен. И, конечно, веселые, жизнерадостные, фантастические сказки не вписывались в эту идеологию. Мухина свадьба. Муха Цокотуха впервые была издана как Мухина свадьба. И там какой-то комарик, как гусар. И обвиняли, даже спрашивали на полном серьезе Корнея Ивана Чучковского, почему он вот так изобразил, как гусара, как дореволюционного героя комарика. Или, скажем, почему паук так близко к мухе находится. Не возникли каких-нибудь эротических мыслей у детей. Корнея Ивана Чучковского и словом, и делом пытался, конечно, бороться не только за свои сказки, но ведь в то время и другие игровые авторы были, таких как Даниил Хармс, Самуил Яковлевич Маршак. То есть он был не один в борьбе за сказку. И у него даже есть статья, которая так и называется «Борьба за сказку». И он там объяснял, что нельзя ребенку без фантазии, без доброй игры, задорной игры. И вот именно игра воспитывает в нем человеческие добрые чувства. И вообще Корнея Иванович Котчевский считал, что ребенок должен, читая детские книги, уметь сопереживать. Пукашки, таракашки, даже тараканище. Он вроде сначала страшный, а потом оказывается не такой уж он и страшный. Бармалей. Бармалей. Как он радовался тому, что он поедет в Ленинград и резко видоизменился, и какие метаморфозы произошли в его характере. Вот это вот перевоплощение. А прокачил, какой вредный. Который сонос проглотил. Да. Видимо, в эти годы, да, в эти годы гонения была, видимо, вот эта вот сказанная его фраза горькая о том, что я пишу эти строки, чтобы показать, как беззащитна у нас детская книга, в каком унижении находится у нас детский писатель. Какое несчастье это быть писателем-сказочником. Это вот эти горькие строчки в сердцах, вот, видимо, были написаны примерно в это время. Это время становления советской власти. Детской литературы. Да, и взгляды на детскую литературу, и вообще на литературу. Какая она должна быть в новой стране. Вот, на мой взгляд, поправите меня сейчас, ошибаюсь, или, может быть, я права, совершенно какие-то новые, но если не жанры, можно это назвать жанром, придумал Чуковский, когда, например, создал свою изумительную, замечательную книгу от двух до пяти. Это детские высказывания, смешные, где дети занимаются, ну, неким таким своим детским словотворчеством, по аналогии с какими-то известными им словами придумывают свои новые смешные. Нам это кажется смешно, на самом деле, в этом какая-то глубина, в этом сокрытое. И потом мы, наверное, каждый можем про себя вспомнить. Нам, про нас рассказывали, что мы в детстве как-то коверкали слова, и вполне в этом какая-то есть логика. Мне рассказывали, что я говорила маме, спрашивала, мам, а целый арбуз, дорогие половинки, но все же правильно с точки зрения филолога, дорогие, сравнительная степень, сравнение, окончание, и все же правильно, но в этом случае неправильно. Это совершенно какой-то интересный новый жанр, да, попытка подслушивать, подглядывать за детьми и собирать это в некое такое целое произведение литературное. Расскажите от двух до пяти. Да, удивительно. Филолог, литературный критик, переводчик, серьезный человек, очень уважаемый автор статей об Александре Блоке, об Ахматове, о Мандельштаме, о многих-многих своих современниках, вдруг в 1928 году издает книгу «Маленькие дети». И как раз он приводит подобные вам высказывания, или вот я даже процитирую, «Почему перчатки? Надо пальчатки». Действительно. «Ты, мама, у меня лучше всехные. Я еще не оценилась. Я люблю чеснок, он пахнет колбасой». Колбасой. Да. Это женщина-русалка, а мужчина-русал. И много-много таких примеров. С одной стороны, мы, наверное, смеемся, когда это читаем, но на самом деле это очень серьезный труд. Это настоящее исследование. Детского мозга, по словообразованию. Это же память, это же применение тех правил, которые он усвоил, услышал, теперь уже на практике, когда он этим словоотворчеством занимает. Да, это развитие колоссальное детского мозга. С одной стороны. А с другой, Корней Иван Чуковский здесь тоже проявил себя как психолог, хороший знаток детской психологии. И как раз эта книга делится на две части. В первой части он скрупулезно собирает все эти высказывания, он исследует детскую психологию, он пытается взрослым людям, родителям, педагогам и в то же время и писателям, которые собираются писать для детей, объяснить, что это удивительный мир. И вот в одной из статей Чуковский пишет, ребенок создает свой мир, свою логику, свою астрономию. И кто хочет говорить с детьми, должен проникнуть туда и поселиться там. И после того, как он исследует детскую психологию, то как дети осваивают язык наш, окружающий мир, да, вот через все эти какие-то забавные логические ошибки. И в то же время учителя, писатели, они должны это учитывать. И эта книга завершается 12 заповедями для детских писателей. И самая главная заповедь, наверное, здесь, для детей надо писать так же, как и для взрослых, но только лучше. Вот это да, только лучше. Я предлагаю сейчас отвлечься ненадолго, на полминутки буквально посмотреть любопытное видео. Это старый мультфильм 44-го года, где сам Корней Чуковский выступил, по сути, автор сценария, потому что по его сказке этот мультфильм снимался, телефон, знаменитый телефон. А кроме того, он принял участие в съемках этого мультфильма, и мы увидим воочию, как он выглядел в 44-м году, какой был его голос очаровательный совершенно. Посмотрим. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Лон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудоб, это к 5 или 6. 5 или 6? Больше ему не деть. Он у меня еще маленький. Практически все свои стихи, сказки Чуковский написал в своей соавторстве, если можно так сказать, под влиянием музы своей младшей дочери, у которой очень трагическая судьба. Если мы в стихах, я когда вчера готовилась к эфиру, много об этом читала, я поняла, что когда он обращается, когда он говорит, там, качают мурочку мою. Мурочка, это как раз его младшая дочь Мария Чуковская, которая очень рано ушла из жизни, в 11 лет она умерла от туберкулеза костей. И вот от того, что он очень много времени с ней проводил, очень проникалась. Она, говорят, была каким-то особенным ребенком совершенно, очень чувствительным к литературе, чутким таким. Правда, что он все сказки посвятил ей? Практически? Практически, но начал он писать благодаря своему сыну Николаю. Он даже и не собирался писать детских произведений, но однажды его сын заболел, и они ехали в поезде в Петроград в то время, в 17-м году. И для того, чтобы успокоить и позабавить во время путешествия своего сына, он начал сочинять, импровизировать. И даже забыл об этом. Но когда вернулся, сын обладал такой же великолепной памятью, как и отец, и он ему рассказал. Он говорит, папа, какую ты мне сказку замечательно рассказал. И это был крокодил. И потом этот крокодил вышел и получил свое признание. Чудесно. Вот мы сказали, что один из самых издаваемых авторов в Советском Союзе, в России, Чуковский. А кроме того, ведь он был переводчиком. Он великолепно знал английский язык. И, например, Киплинга мы знаем в основном в переводе Чуковского. А вы мне сказали, что и многие... Все сказки, стихи сказки Чуковского переведены еще не татарский язык. То есть мы понимаем, да, какой языковой охват Чуковский приложился к творчеству своих коллег, например, английских. Вот Киплинг. И Шекспиры переводил, и Оскар Уальда переводил, и Уитмана. И с Конандольным был вообще знаком лично, когда в 1903 году он был в Лондоне корреспондентом одесских ведомостей. Он как раз там познакомился и с Конандольным. И переводил его. А теперь Чуковский переведен на татарский язык и все его сказки. Можно какой-нибудь небольшой эпизод прочитать, чтобы те наши телезрители, которые знают татарский язык, оценили, насколько это вкусно, близко и так же легко, задорно и мелодично. В 1940-е 60-е годы все 10 сказок Корнея Ивана Чуковского и многие его стихотворения были переведены на татарский язык благодаря замечательным нашим переводчикам Анвару Давыдову, Ахмеду Юнусу и Галимджану Мухамми. Вот удивительно, что сказку «Айболит», которая вышла тогда отдельным изданием, переводчик оставляет имя «Айболит», только объясняет на татарском языке, что «Айболит», «руща ой», «хэм болит», «сузлярнан юасалган», «ой оврта дейенсус», то есть дает пояснение. И таким образом оставляет словосочетание «Доктор Айболит». А я вам прочитаю стихотворение в переводе Анвара Давыдова «Чудо-дерево». Причем «Чудо-дерево» всегда оформлялось возле дома Корнея Ивана Чучковского, в Переделкино. И до сих пор там есть это «Чудо-дерево» с теми же самыми элементами, которые есть и в сказке. Там и башмачки висят, и разные ленточки. Так что те, кто бывают в Переделкино, они могут это «Чудо-дерево» увидеть. Причем «Чудо-дерево» Все абсолютно угадывается. И такой же ритм легкий совершенно. И также это напевно-мелодично и, наверное, легко учится для татарских ребятишек. Я предлагаю подвести то и голосование, о котором мы в начале выпуска заявляли. Спрашивали мы вас, уважаемые телезрители, а вот вам в детстве читали стихи из сказки Чуковского? Вот такие любопытные результаты у нас получились. 89 практически процентов неполных ответили «Да, конечно, и сейчас их помню». 11% с небольшим сказали «Нет», не читали. Это то, о чем мы в начале выпуска говорили? Наверное. Думаете, просто не знаю завтра? Я тоже так думаю. Потому что тут есть еще комментарии. Люди пишут «Да, помню до сих пор многие стихи». Жаль, что сейчас ничего похожего нет. А вот по большому счету, на ваш взгляд, взгляд педагога, нужно что-нибудь такое похожее, попытаться скопировать? Или вы думаете, есть классика и не нужно ничего? А сегодня как детская литература поживает? Как она развивается? Сейчас детская литература как раз испытывает рассвет и татарская, и русская, и зарубежная. Вот сейчас как раз последние 10 лет так много интересных книг издается, разных, необычных. И в то же время продолжающая традиция вот этой игровой поэзии, которую отвоевал для детей, для современных детей. Вот в книге, вернее в статье «Борьба за сказку», мы даже знаем, как это было тяжело. А современник и единомышленник Самуил Яковлевич Маршак, друзья они были, помогал ему. В то же время игровая поэзия Даниила Хармса, Веденского, Абериутов. А сейчас идет тоже вот это игровое начало. Мы можем вспомнить и Бориса Захадера, и многих-многих современных писателей. А в татарской литературе в этом же ключе работают и, к сожалению, ушел из жизни, Роберт Минулин, лауреат Андерсовской премии. Сейчас Ренат Харис, Равиль Файзуллин. Вот у них у многих есть эти стихотворения. Детская литература живет, мы это услышали, очень-то мы порадовали. Спасибо большое за интересные рассказы, за замечательные стихи. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня посвятили ей ее, 140-летию Корнея Чуковского, и рассуждали, какое значение сказка имеет в нашей жизни. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите на колокольчик. «Татарстан-24».